Неужели BlackRock инвестирует в эти альткоины уже как минимум второй год? Давай разберемся. Ни у кого больше не осталось сомнений, что BlackRock заходит в криптовалютный рынок. Их заявка на спотовый биткоин ETF находится в ожидании одобрения. А буквально полторы недели назад они подали заявку и на спотовый эфириум ETF. При этом генеральный директор BlackRock, не стесняясь, расхваливает криптоактивы. Он говорит, что их клиенты говорят о необходимости инвестиций в криптовалюты. А ралли биткоина это побег инвесторов в качество. Эфириум и биткоин. Даже без подтверждения на уровне слухов было достаточно очевидно, что именно эти две криптовалюты в первую очередь окажутся под прицелом крупных финансовых институтов, если те заинтересуются криптовалютными активами. Но какие еще криптоактивы, кроме биткоина и эфириума, интересуют BlackRock? Давай узнаем сразу же после того, как ты поставишь лайк. Поставил? Большое спасибо за поддержку. Две недели назад я снимал видео про токенизацию активов, в котором мы обсудили некоторые перспективные альткоины в этой сфере. Например, Maple, который с тех пор вырос с 9 долларов почти до 17. Почему я это упомянул? Потому что я заинтересовался темой токенизации реальных активов, в том числе и потому, что Ларри Финг, генеральный директор BlackRock, видит в этом будущее финансовых рынков. По его мнению, тот же рынок облигаций или ценных бумаг ожидает неизбежная токенизация. Токены – это следующее поколение рынка. Его цитата на Форбсе. Кроме этого, BlackRock говорит, что все это должно быть сделано именно на основе блокчейна. Об этом Ларри Финг говорил еще в декабре 2022 года, почти год назад. Именно поэтому, я думаю, хоть и могу ошибаться, что BlackRock, кроме как подавать заявки на спотовые ETF для биткоина и эфира, также развивает технологии и инфраструктуру, которая позволит токенизировать мир финансов. И помогают им в этом их партнеры. Кто же они? В настоящее время официальный партнер у компании BlackRock только один. И о нем стало известно еще в августе 2022. Coinbase был выбран компанией BlackRock для предоставления клиентам Аладдин доступа к торговле и хранению криптовалют с помощью Coinbase Prime. А в 2023 году BlackRock объявила именно Coinbase хранителем биткоина и эфириума для их спотовых биткоин и эфириум ETF. BlackRock сотрудничает с Coinbase для того, чтобы их клиенты могли торговать криптовалютами через набор торговых инструментов Coinbase, а также хранить эти криптовалюты на Coinbase Custody. Но вот что интересно, если мы посмотрим в интернет-архив, выберем март 2022 года и перейдем на вкладку «Холдеры». В марте 2022 года BlackRock не была даже самым крупным держателем Coinbase, а плелась где-то там внизу, имея всего лишь 0,96% акций Coinbase. Но если посмотреть на холдеров Coinbase сегодня, то мы увидим, что BlackRock входит в топ-3 холдеров акций Coinbase. На их долю приходится 4,28% акций Coinbase. На первом месте Vanguard и на втором ARK Investment – 7,2% и 5,5% соответственно. Партнерство между этими двумя компаниями BlackRock и Coinbase, а также то, что BlackRock является топ-3 держателем акций Coinbase, говорит нам о том, что BlackRock делает ставку именно на Coinbase. И последние события с Binance теперь выглядят несколько иначе, не так ли? Как мы и говорили, BlackRock вполне себе может убрать Binance. Кстати говоря, об этих событиях быстрее всего новости и обновления выходили в моем новостном телеграм-канале. Давай добьем до 10 тысяч подписчиков. Немножко осталось. Ссылка в описании. Итак, BlackRock не собирается самостоятельно создавать экосистему для спотовых ETF, токенизации активов реального мира и так далее. Вместо этого компания BlackRock намерена сотрудничать с Coinbase. Клиенты BlackRock тоже будут использовать Coinbase. И поскольку Ларри Финг, генеральный директор компании, считает, что будущее финансов за токенизированными активами, очевидно, что нам следует обратить внимание на то, с кем Coinbase сотрудничает в области токенизации реальных активов. Логично же. Так, всего пару месяцев назад, в сентябре этого года, Coinbase объявила о том, что они и их близкий круг партнеров создают группу под названием Tokenized Asset Coalition – Коалиция токенизированных активов. Другими словами, коалиция, направленная на токенизацию реальных активов. Среди других участников, кроме Coinbase, заявлены Aviacompanies, Centrifuge, Circle, Coinbase, Base, Credix, Goldfinch и, наконец, RWA XYZ. Какова же цель этой группы? Об этом говорится в пресс-релизе. Вместе эти компании стремятся конвертировать триллионы долларов реальных активов в блокчейн посредством токенизации. Коалиция собирается также инвестировать в блокчейн и криптообразование и даже выделить бюджет на криптопропаганду. Также они планируют институционализировать сектор DeFi. Но, если ты хочешь токенизировать активы на триллионы долларов, тебе же нужно откуда-то взять такую кучу активов. А значит, тебе нужен многотриллионный партнер. И таким партнером является, например, BlackRock, у которого активов под управлением почти на 10 триллионов долларов. Но кто же из членов коалиции работает над токенизацией активов и одновременно очень близок к Coinbase? Давай сразу профильтруем их. Circle, компания, выпускающая стейблкоин USDC. Это не то. Base, это блокчейн Coinbase. Тоже не то. RWA, сайт, который отображает состояние рынка токенизированных активов. Тоже не то. Остается AVE, Centrifuge, Credix и Goldfinch. Четыре члена этой группы. И давай начнем с Goldfinch. Как мы видим, в начале 2022 года Goldfinch провела инвестиционный раунд привлечения капитала. Интересно, что в нее инвестировал фонд A16Z. Частный венчурный фонд Бена Хоровица и Марка Андрессона. Но среди других спонсоров мы можем заметить Coinbase Ventures. Да, Coinbase инвестирует в Goldfinch. И еще из этой же статьи мы видим, что Goldfinch была основана Майклом Солом и Блейком Уэстом. Из их страниц на LinkedIn видно, что Майк возглавлял отдел аналитики продуктов в Coinbase, а Блейк был старшим бэк-энд инженером в Coinbase. Теперь становится очевидно, что Goldfinch тесно связан с Coinbase и, скорее всего, может быть кредитным протоколом самого Coinbase. Таким образом, они связаны и с BlackRock. Но есть еще один аргумент, почему Goldfinch может быть связан с BlackRock через Coinbase. В 2022 году Goldfinch выпустил эту статью. Почему токенизированные активы реального мира на Goldfinche изолированы от волатильности DeFi-on-Chain. И в статье говорится о некоторых очень показательных вещах. Для этого Goldfinch использует USDC, стабильную монету, полностью и прозрачно обеспеченную реальными активами. Запущенная в 2018 году консорциум-центр, возглавляемым компаниями Coinbase и Circle. USDC – это стейблкоин, привязанный один к одному к доллару США и обеспеченный наличными денежными средствами и краткосрочными обязательствами правительства США. А-ля резервные активы. Ну и здесь начинается самое интересное. Резервные активы находятся под управлением управляющего активами, такого как, например, BlackRock. Итого, Goldfinch использует исключительно USDC от Coinbase. Они не используют другие стейблкоины. Это говорит о том, что у них глубокие отношения с Coinbase. Иначе бы они использовали другие стейблкоины, например, Tether USDT. Но долларовым обеспечением USDC, который используется в протоколе, управляет BlackRock. Но могут ли другие участники коалиции токенизированных активов иметь связи с Coinbase и BlackRock? Ну, конечно же. Перейдем к Centrifuge. И угадай, кто тоже инвестировал в них? В этом пиар-релизе мы видим, что Centrifuge привлекла ключевых стратегических партнеров в ноябре 2022 года в рамках последнего раунда финансирования. И здесь говорится, что Centrifuge, первый протокол DeFi для финансирования токенизации активов реального мира на блокчейне, сегодня объявил о привлечении стратегических партнеров, включая Coinbase Ventures. И угадай, кто в первую очередь использует USDC от Coinbase, резервные обеспечивающие доллары которого хранятся в депозитарии BlackRock? Ну, конечно же, компания Centrifuge. В этой статье написано. Кроме этого, пара чейн-полкодота Centrifuge выбирает USDC основной валютой для своих пулов ликвидности. Следующий член коалиции, АВ, является близким партнером Centrifuge. Впервые они объявили о своем партнерстве в 2021 году. Теперь это становится еще интереснее, потому что все эти точки сходятся в одной. Только в прошлом месяце было объявлено, что JP Morgan, используя свой форк эфириума под названием Onyx, токенизировал акции BlackRock. И впервые осуществил блокчейн-транзакцию в партнерстве с BlackRock и банками через Onyx. Почему это интересно? Потому что АВ тоже использовался в блокчейне Onyx от JP Morgan для проведения этих сделок. Об этом компания АВ объявила в прошлом году. Просто вау, просто взрыв мозга. Токенизация финансов – это будущее финансового рынка. И это не мои слова, это мнение Ларри Финка, генерального директора крупнейшего в мире управляющего активами. И такие компании, как BlackRock, знают об этом, но они отстают в развитии и развертывании инфраструктуры для этого. Именно поэтому они навряд ли будут строить ее сами. Им проще и дешевле и быстрее сотрудничать с криптовалютными компаниями. И судя по всему, Goldfinch, Centrifuge, АВ являются вероятными кандидатами. И возможно тот самый Credix. Но я пока не совсем понял, что это такое. И мне совсем не нравится, как это выглядит на CoinMarketCap. Возможно, ты об этом знаешь больше. Если так, напиши в комментариях. Ну и напоследок я хочу сказать, что это не финансовый совет. Это всего лишь развлекательно-познавательный контент. Я не призываю покупать ничего из того, о чем говорил в сегодняшнем видео. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Мы с тобой увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»